Боевики Хамас призывают к погромам. Рамзан Кадыров издевается над заключенными, а на Алексея Арестовича завели дело в Украине. Напомню, группировка Хамас призвала мусульман всего мира устроить в пятницу так называемый «день гнева», то есть напрямую призвала к еврейским погромам. Власти Германии и Франции, в свою очередь, уже запретили проводить митинги в поддержку Палестины и Хамаса. В Литве, где находится наша студия, утро началось с сообщений о заминированных школах. Таких сообщений уже сотни. Телефонный терроризм достаточно распространен в Европе, но в таком масштабе в странах Балтии это случается впервые. На этой неделе аналогичные сообщения получили также в школах Латвии и Эстонии. В пресс-службе литовской полиции нам сообщили, что не имеют подтверждений о связи этих писем с угрозами Хамаса, но рассматривают все возможные версии. Тем временем, израильские СМИ уже публикуют кадры из Иордании и других арабских стран, в которых начались акции солидарности с Палестиной. Также сообщается, что на иорданской-израильской границе начались столкновения протестующих с военными. Власти пытаются остановить толпу людей, которая рвется на территорию Израиля. Король Иордании даже отдал приказ подавлять митингующих, если они попытаются штурмовать границу. Этим утром в армии обороны Израиля заявили, что за минувшую ночь уничтожили 750 военных целей в секторе Газа. Пресс-служба Цахала также обратилась к мирному населению Газа с призывом немедленно эвакуироваться. О гуманитарных коридорах для эвакуации, к сожалению, пока нет окончательного решения. Египет принимает сотни тысяч беженцев каждый день, но этого все еще не хватает, чтобы отспасти большую часть людей. Кроме того, в заложниках у Хамаса на территории Газа находятся больше ста человек. Их точное количество еще только предстоит установить. Представители боевого крыла Хамаса уже заявили, что 13 заложников погибли в результате обстрелов со стороны Израиля. В свою очередь президент России Владимир Путин, выступая на Совете глав СНГ, тоже решил высказаться о войне Израиля с Хамасом. Точнее решил в очередной раз заявить, что во всем виновата Америка. Под надуманными предлогами США заблокировали фактически этот формат, который был уникальным и, кстати говоря, имел вандат о выборе соответствующей институции ООО. В общем, была предпринята попытка с помощью определенных методов экономического стимулирования решить политическую проблему, глубинную проблему, а именно создание независимого политического государства. В парламентской ассамблее Совета Европы признали Голодомор геноцидом украинского народа. Кроме того, ПАСЕ призвала парламент и государств, входящих в нее, принять аналогичные резолюции. Владимир Зеленский уже поблагодарил ПАСЕ за это решение. В Украине Голодомор официально считается геноцидом еще с 2006 года. Власти страны много лет добивались от других государств аналогичного решения, но ситуация сдвинулась с мертвой точки только после начала полномасштабной войны. В 2022 году соответствующую оценку Голодомору дали Германия и Европарламент. В этом году Болгария, Бельгия, Великобритания, Франция и Исландия. И еще одна новость из Украины. В Киеве возбудили уголовное дело на бывшего советника главы Офиса президента Алексея Арестовича. Об этом рассказала депутат Верховной Рады Инна Савсун. По ее словам, она подала заявление в полицию из-за жестоких и мезогинных высказываний Арестовича. В результате в его отношении начали расследования по статье о распространении произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную и религиозную нетерпимость и дискриминацию. По этой статье Арестовичу грозит срок до трех лет. Кстати, это уже четвертое уголовное дело Арестовича в третьей стране. Ранее против него уже возбудили дело в Беларуси за призывы к экстремизму и еще два дела в России за призывы к терроризму и распространение фейков. Рамзан Кадыров продолжает наглядно демонстрировать, как сильно он любит издеваться над людьми и снимать это на камеру. Иначе сложно объяснить то, что в телеграм-канале главы Чечни появилось еще одно видео с Никитой Журавелем, которого обвиняют в сожжении Корана. Кадыров утверждает, что он лично встретился с Журавелем, и тот якобы уверял, что теперь хочет изучать ислам. В телеграм-канале от лица Кадырова говорится, что Журавелю никто не поверил. Глава Чечни все еще утверждает, что молодой человек – агент СБУ. Силовики пришли с обысками сразу к трем адвокатам Алексея Навального. Соратники политика этим утром написали, что обыски проходят у Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера. Уже известно, что Сергунина задержали. Сегодня же у Алексея Навального проходит очередное заседание суда по его искам колонии, где он отбывает срок. На этом заседании должен был присутствовать адвокат Вадим Кобзев, но в суде его нет. Сам Навальный на заседании сравнил эти задержания с тем, как в СССР преследовали не только политических активистов, но и их защитников. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш пишет, что адвокатов задерживают как подозреваемых. Во Франции начали расследование по делу о возможном отравлении бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой. По данным издания «Фигаро», журналистке стало плохо 12 октября. После того, как она обнаружила на двери своей квартиры какой-то порошок. Полицейским она якобы заявила, что ее отравили русские. Впрочем, сама Овсянникова это сообщение пока официально не комментировала. Я напомню, что в марте 22-го года Марина Овсянникова в прямом эфире программы «Время» на Первом канале встала за спиной ведущей с плакатом «Остановите войну! Не верьте пропаганде! Здесь вам врут!» После этого на нее завели уголовное дело. И в конце концов Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста и уехала во Францию. Ну а в России 4 октября ее заочно приговорили к 8,5 годам колонии за фейки об армии. А в Москве «Зетпатриоты» продолжают борьбу с уехавшими противниками войны. Прямо в центре столицы расклеили рекламные плакаты психиатрической клиники с изображениями иноагентов и уехавших артистов в смирительных рубашках. На этот шедевр креатива обратили внимание в телеграм-канале «Осторожно новости». В переходе на Арбате появились портреты монеточки Артура Смольянинова, Максима Покровского, Дмитрия Назарова и других известных людей, которые высказывались против войны Владимира Путина. На объявлениях призывы обратиться к врачу из-за цитата «деградации личности, русофобии и словесного поноса». Плакаты разместили участники патриотического проекта, который часто делает подобные акции. Например, в прошлый раз фото иноагентов разместили на объявлениях интимуслуг. Ну а плакаты в переходе на Арбате, как пишут авторы, посвятили Всемирному дню психического здоровья, который прошел 10 октября. Ну а в Яндексе борются с оппозицией своими средствами. Из сервиса Яндекс.Музыка пропали две песни группы «Порнофильмы» «Это пройдет» и «Ради мне тысячу детей». Что характерно, остальные песни группы на хостинге остались, а вот песню «Это пройдет» по данным «Роском Свободы» еще и внесли в реестр запрещенной информации. Она была написана во время протестов 2019 года, и в ней поется о репрессиях в России, о деле сети, сбитом в Боинге, идущем на востоке Украины в войне и пытках, а также массовых задержаниях протестующих. Ну и еще там есть слова о смерти диктатора. Я напомню несколько строк из этой композиции. Словно свастика русского мира, как пожары в сибирских лесах, срок для честных ребят из Пензы и Питера, набитый детьми автозак. Это были все новости, о которых я хотела вам рассказать. Сейчас на вашем экране вы также видите другие видео с нашего канала. Обязательно посмотрите их тоже. А вечером на Ходорковский лайв вечерняя программа «Воздух». С вами была Юлия Азарова. Всего хорошего и пока-пока.